Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим демо-версию игры 3 ночи мертвое время, то есть 3.00 am the time. Судя по всему эта игра будет состоять из кучи эпизодов, каждый из которых будет напоминать что-то типа сумеречных зон или секретных материалов, то есть разные необъяснимые события, связанные с одной сюжетной линией. В данном случае наш герой Джейк Смит ехал с делового совещания по дороге через пустыню. У него заглох двигатель, по небу пронесся непонятный синий свет. Поблизости оказалась фирма. Он решил направиться на нее за помощью, потому что машина вырубилась, как и собственно любая связь. И сейчас мы маленько поиграем. Насколько я знаю, игра практически не готова, то есть даже в дом нам не дадут зайти. Все, что нам нужно сделать, это маленько погулять по местности и что-то произойдет. Но тем не менее посмотреть захотелось, потому что в принципе такие вещи и люблю я и вы. Не ждите от игры многого, сразу предупреждаю. Просто приятно проведем время и посмотрим, что же нас ждет в будущем. Игра создается на Unity Engine, то есть по сути движок универсальный под любые задачи. Остальное зависит уже от приматы рук разработчиков. Вспомним такие игры, как скажем, Анна. Было довольно красиво. Так, хорошо. Вот и начинается игра. Написано и срежиссировано The Reventing Software Team. Что бы это ни значило. Пустыня Невада. Где-то поблизости база 51. Розову и все дела. Так, мы начинаем. Мы у своей заглохшей машины. Представьте, оказаться просто ночью, в 3 часа ночи, в такой глуши, без телефона. Главное, хоть там свет горит. Так, машина. Парень у нас так низко находился, что, судя по всему, сидел на картах и смолил чинарик. Так, взять фонарик кнопкой И и кнопкой ФО включить. Ну, все как обычно. Наша далеко не лучшая машина. Там у нас какая-то гора. И там тоже, насколько я знаю. Если вы ничего не видите, то не удивляйтесь. Очень темно. Так, ну что нам остается? Нам остается там, насколько я понимаю, кукурузное поле. Кукурузные поля я ненавижу еще с фильма «Дети кукурузы». И всякие там игры, типа Left 4D, помните, там уровень был тоже кукурузным полем. Эту мою ненависть к кукурузе культивировали. Ну да ладно. Давайте двигаться. Какие приятные звуки. Такое ощущение, что мы тут не одни. Так. Я могу спринтовать. Отлично. Пока что, по ощущениям, больше всего напоминает Слендер. О, кто-то. Кто-то оттуда шепчет с этого поля. Туда мы пойдем в последнюю очередь, как вы понимаете. Так. Стоит трактор. На тракторе мы отсюда тоже, я думаю, не помню. А вообще странно, да? То есть машину вырубило, а в доме свет горит. Тоже там вышептывает что-то. Амбар. Похож на ферму Хершела. Сами знаете откуда. Надеюсь, на меня сейчас не нападут ходячие. Так, ладно, в амбар мы не будем ловиться. Мы же люди приличные. Давайте попробуем постучаться в дверь. Поскольку я знаю, мне этого не дадут сделать, потому что это демон-версия и полный выйд. Как только, так сразу. Но мы попробуем. Друзья, воу! Пусти теперь ночевать. А то так кушать хочется, что спать негде. Так, это туалет, я так понимаю. Внутри довольно... Внутри довольно уютно. Если бы было был включен свет. И почему-то мне этот дом напоминает дом из зала на Вейке. Помните, когда приезжаешь в этот дом посередине озера со своей женой? Внутри страшно, но как включаешь свет, становится очень уютно. Так, это демон-версия. Чтобы открыть эту дверь, ты должен иметь полную версию игры. Так выпустите, пожалуйста. Можешь, ее выиграем. Внутри похоже никого, но какие-то шевеления, шепотки слыхать. Давайте обойдем дом по кругу. Потом проверим, есть ли хозяева. Может быть... Я не знаю, в амбар ушли. Хозяева, воу! Ох, как нехорошо оттуда звучит, да? Там внизу что-то как-то совсем погано. Это даже не особо хочу. Так, это дева-версия. Пошел вон, говорит. Ну и здесь, на веранде, я так понимаю, тоже нам не дадут ничего открыть. Да, пусто. Так, хорошо. Еще, знаете, напоминает игру Сленд... Ой, Слендер был... Как она называлась? Survivors, в котором мы бегаем четвером. Гришка, Макс, Артем, я. Что-то и есть такое. Ну, в принципе, как и все игры на юните, в темноте с фонариком. Так, ты не открываешься, что ли? Похоже на то. Подожди, как не открывается. Должна открываться. А, ну да. Да. А здесь еще более погано, чем снаружи. Хорошо. Кто-то ходит там, не ходит. Так, огнестрел. Это нам, наверное, пригодится. Знаешь, что за мотыга такая трехметровая. Видимо, здесь живут очень крупные люди. Так... Хорошо. Выбор у нас не остается. Будем идти туда, куда подразумевают разработчики. То есть, в грузное поле. Чего мне, честно говоря, совсем не хочется. Пока что, вот знаете, в игре присутствует атмосфера, то есть, очень жутко. Но при этом очень сыро все. То есть, игру еще доводить, доводить до ума. Насколько я знаю, на вот эту вот демку вышло порядка уже месяца, что ли. Когда выйдет полная версия, сказать сложно. Вон там шепчет кто-то. Я бы, честное слово, если бы услышал такие неприятные звуки, я бы пошел по дороге куда-нибудь вдаль. Хотя тоже страшно, даже света нет. Кто где? Да кто там шепчет, ёлки-палки? Это, знаете, это начинается... Отлично! Вот этого нам только и не хватало. Эти шевеления, шепотки, это просто... У меня есть оружие! Хорошо. Так, ладно, давайте потихоньку... Прекрати это делать. Кто там? Иди на источник такого звука, я думаю, не очень умно. Но, пожалуй, так как в игре мало контента, я вынужден идти в самую жуть. Там... Там только что что-то двигалось. Присмотрите этот момент, если, конечно, YouTube не прижмет его вообще в нуль. Что там шепчет? Мы здесь, что ли? Фонарь! 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 Не врубайся! Вон он! Вон он! Вон! Видите? Сволочь! Офигеть! Уйди, уйди! Уйди, уйди! Твою мать! О, да мать! Ой, какого хрена происходит! Офигеть! Это что было? Я не знаю, всё, я бегу. Так. Отлично. Я вышел из поля. И у меня сел фонарик, судя по всему. Или я его, по крайней мере, выбросил. Где-то там, как этот, Эсвентура, да, в пещере, помните, во второй части? По крайней мере, говорит, у меня есть факел. Сдох непоганый отродит. Так, ну, я... Всё. Вот такая вот игра. Насколько я знаю, у неё есть финал. Для того, чтобы её пройти, нужно найти что-то в этом поле. Поэтому мы сейчас снова полезем туда. В этот раз без оружия, без фонаря. Ну, короче говоря, сыра, но не доделано. Вернее, сыра, не доделано, но страшно. Наши мысли путаются. Это было довольно жидко. Что, попробуем найти? Вот, нашёл я эту хрень. А теперь беги. Беги, попытайся убежать от этого света. В общем, пришлось поискать. Но, инопланетяне устраивали опять свои круги. Ну, смотрите, это что такое. Круги на полях. За мной что-то гонится, судя по звуку. Побежали. Пожалуй, мы к этой фирме. Офигеть. Блин, несмотря на то, что я знал, что это произойдёт, всё равно меня маленькая перекоробила. Жим. Жим, жим, жим. Только не это. Только не эксперименты. Только не анальное зонтирование. Нет. Ну, это тупо, на самом деле. Игру ещё дорабатывать. Но, по сути, вот этот момент... Хорошо. Нас, похоже, похитили. Как какую-нибудь корову. Вот этот момент в поле, когда мы ходили в первый раз, это было дико страшно. Особенно, когда вот эти вот хрени там появились непонятные. Это было да. Но, в целом, как видите, сырые нам даже в дом пока не дают зайти. Ну, что ж, ждём полную версию. В принципе, небольшая такая сыренькая игрушка, которую я всё-таки решил вам показать, потому что мне самому было интересно её посмотреть. На этом всё. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok